обкатка лодки такое достаточно монотонное и утомительное занятие петр денисов триера 460 60 к хайди лодка на воде ни разу не было ведь готов на всю эту процедуру у нас ушло практически два дня давайте не буду вас томить большим количеством слов и уже объявлю наших финалистов ребят ну что мы начинаем петр денисов триера 460 60 к хайди лодка на воде ни разу не было сейчас первый спуск волнительный момент прям вот ну внутри что-то происходит 4 спиннинга хочется половить разными прям почувствовать разницу значит первая история это предсерийник то есть это ну по сути уникальная палка единственная в своем роде вообще в мире не синерез предсерийный образец которым я ловил там ну почти два года первый сезон первая рыбалка я еду в гости к могучему дмортом мы поехали ловить сама на джик я короче через 20 минут ловли на этот спиннинг посадил сам по под 40 килограмм он сдюжил от ваньки мы поехали к андрюхе ферафонту ну то есть помимо судаков и щуп которых вы так но я всадил два сезона да они были багряные как бы это не сезон в рот но тем не менее сезон вместе с судаком ходил то есть палка работает целиком весь бланк ребята готовит серийный образец он у меня в руках то есть вот это предсерийник это уже серийная версия я ей не ловил еще ни разу почему я взял собственно предсерийник и серийную версию очень хочу сравнить ребята сделали ее чуть чуть более строгой с точки зрения строя вот поэтому я надеюсь получится потестировать 3 спиннинг ну ребят это классик монстр колин 83 фастовая палочка судак джик щука чего год ну и четвертая палка то что вы ждете с точки зрения розыгрыша а имс black arrow палка до 120 грамм вот собственно четыре наших инструмента будем спеть и меняться ловить разными палками потому что действительно хочется все потестировать ставлю попробуй все попал попал друзья китайцы начали делать по сути копию рам кронштейнов здесь по под электромотор весь этот крепеж состоит из трех частей он фиксирует мотор чтобы он не болтался цена ребят три раза дешевле чем рамовский если не в 4 хотя я не знаю с этим курсом там может быть и в 5 ссылочки в описании авито магазин роман бойков мы постепенно добавляем товары которыми сами пользуемся нами проверены поэтому самые честные цены заходите покупайте и тем самым нас поддерживать петь готов так ребят в общем час задача почему мы не съехали до конца в воду мы хотим протестировать систему роликовую гидравлическую спуска лодки от практик про значит первое что нужно сделать отцепляем есть но чё погнали чоу какао то есть вся фишка именно в том что мы вообще не заезжали в воду ну то есть лодка там сантиметров 20 от воды было а для того чтобы также заехать здесь фишка полноценного комплекта роликовая система трап по которому мы можем проходить и вот здесь у нас еще одна роликовая система которая позволяет упереться носом лодки закрепить ее лебедкой и по сути ее можно просто затягивать обкатка лодки такое достаточно монотонное и утомительное занятие нужно накатать 10 моточасов после чего делается то и и лодку уже можно использовать полноценно собственно на всю эту процедуру у нас ушло практически два дня мы ее обкатали сделали то и уже третий день был полноценный с точки зрения рыбалки во время обкатки проверили все оборудование электромотор настроили все эхолоты собственно ну как бы все прошло там штатном режиме единственная датчик уровня топлива не 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 работал не показывал уровень уже по приезду в москву в сервисе разобрались сам датчик был бракованный то есть там напутали подключение проводов вот сделали все как надо и собственно он заработал на второй день обкатки мы уже начали где-то смотреть какие-то места на наличие рыбы несколько раз вставали но на основной волги очень сильное течение и несет огромное количество мусора то есть ты закидываешь приманку делаешь проводку достаешь и вся приманка во всяких водорослях траве листьях но был интересный момент мы там зашли в залив глубина где три с половиной четыре метра вот потестировать по поноптикс и обнаружили прям такую стайку бели то есть она была прям ну буквально там три на три где-то метра и вокруг этой стаи прям были четкие яркие символы ну то есть там судя по картинке там рыбы были килограмм по десять вот у нас тут тут же такое предвкушение а неужели это она ну кто может пасти эту бель конечно же щука не вот но начали кидать и но реакции то есть рыба не провожает не поворачивается то есть абсолютно ноль скорее всего это были какие-то сазаны уже после обкатки после того третий день нам все-таки удалось поймать рыбу половить того самого судака и щуки были но это вы там дальше увидите не в этом выпуске но кстати электромоторчик 12 вольт держит шестая скорость от 4 до 6 из 10 держит уверенно и это самое главное нет кстати мы знаете что сделали кто смотрел обзор про лодку то есть эта нога 72 и мы его в размер лодки подрезали то есть максимально установили сюда то что вылезал вот эта отметка она сделана как будто это мотор 53 то есть для того чтобы проверить вообще хватает 53 для такого плана лодки пока волны сильные нету по ощущению сколько насколько уходит мотор вниз держать будет обычные все 3 нога вот но всегда можно купить 72 дом подороже там тысячи наверное на 12-13 укоротить и сделать как будто бы он 62 будет наверно чем шоркаются товарищ до по бровке вообще принципе жизнь ребят как вы поняли нас сейчас как раз в лодке три человека ну и по-хорошему этот комплект для гида и двух гостей и хочу сказать вам нам в принципе пространство хватает то есть если гид находится постоянно за приборами за штурвалом задняя площадка достаточно большая можно оттуда ловить и тогда будет удобно подсмотреть в экран паноптикса либо разделились один на носу другой на корме так вообще прям шикарно ребят смотрите с точки зрения аккумуляторов здесь две хайбы 12 вольтовых по 100 ампер часов то есть всего получается запас 200 мы их объединили в одну сетку и вывели один километр вот сейчас мотор работает на 5 скорости 6 перешел на 6 скорости он разгоняется соответственно лорик девятка гармин плюс паноптикс расход в час доходит где-то но 23 ампер час но в среднем где-то 20 ампер часов получается вот в такой вот в пиковой нагрузке то есть 20 ампер часов это соответственно у нас запас на 10 часов но повторюсь здесь очень сильное течение и вот все приборы работают то есть принципе если вы на лодке используете например электромотор 12 вольт и эхолот какая-нибудь девяточка структурник вот по моим ощущениям 100 ампер часов вот на день рыбалки вам будет железобетон нахватать в эхолоте всегда есть возможность уйти в спящий режим то есть он моментально уходит в секунду обратно экран включается то есть вы нашли точку встали там запомнили ориентиры куда кидать просто выключили экран и все и у вас он практически никакого электричества не будет кушать ну нажми тут среднюю кнопочку пить вот 159 ампер часов у нас было 200 они были полностью заряжены вчера мы но не так много а не хотя и холодными употребляться электромотором не пользовались да вот сегодня соответственно электромотор и прибор и мы его не заряжали то есть вот вчера день сегодня уже там полдня больше прошло 40 ампер часов набрал приманок для весенней рыбалки все да все блин такое ну вот реально чет 3 дюйма у нас четыре с половиной из маленьких ищем самые большие сегодня ловлю спиннингом неси на раз это уже не не предсерийник а именно серийная версия лучше слоил 55 грузик там 4 дюйма приманка легенько очень комфортно то есть по забросу по всему по ощущениям моим но наверное если сюда ставить что-нибудь дюймов 66 с половиной это будет но некий предел там 55 и миссис тая приманка вот ну аккуратным забросом с лодки недалеко точно вполне возможно а так вот по тесту я думаю как раз 55 небольшая приманка сейчас нашел самую большую приманку у себя 16 грамм глубина под нами 15 метров и рядом с этой белью отдельно гуляющие символы которые очень похожи на щуку сейчас собственно попробуем ей подать приманку на саратовской воде огромное количество баз то есть пока мы ходили в разных местах прям нового в 1 база 2 база 3 база и мне кажется если там сравнить с той же астрахани где тоже огромное количество баз но на одинаковый отрезок реки вопрос еще где их будет больше помимо бас встречается много каких-то таких лагерей которые люди сами себе делают летом туда уезжают кто-то там чуть ли не целое лето живет причем встречаются от вот каких-то там попростых шалашиков заканчивая уже действительно там дом беседка баня и вот выглядит так все монументально мы же остановились на базе алымов на наверное не только рыболовные то есть летом где-то июнь июль август большинство баз работают именно на туристов люди приезжают купаются загорают волга солнышко кайф а именно в период ранние весны и поздней осени на самом деле там далеко не все базы работают но вот большой плюс с точки зрения алымова это хороший слип вот с бетонными плитами лодочная стоянка у них есть трактор который там с утра до вечера дежурит может помочь вам спустить поднять лодку для нас это было ключевым фактором неплохой ресторанчик и вот ну и такие достаточно демократичные цены вот сняли несколько домиков номеров чтобы вы могли посмотреть и собственно с ценами тоже все озвучили вариант размещения домик большая терраска даже воду видно здесь кухонька на кухне диван раскладывается получается санузел двуфальная кровать то есть это получается 4 200 в будни 4 700 выходные кондиционер есть есть один нюанс правда дом получается зеркальный с той стороны у тебя точно такой же большой номер то есть могут быть соседи у тебя за спиной а мы сейчас посмотрим еще вариант домика который но он отдельный у тебя соседей нет пожалуйста 4 кровати полторушки прям полноценно и стоит он выходные 4 200 то есть если вчетвером приезжать ну там условно 1000 рублей на человек вот холодильник микроволновка какая-то плита чайник все есть можно себе там приготовить но здесь вот тоже интересно на уличная кухня раковина сейчас мы еще покажем мама номера мы остановились в гостинице потому что вот эти домики они без отопления плюс гостиницы у тебя сразу вид на воду вот и она естественно с отоплением то есть здесь в не сезон если приезжать рыбачить там весной или поздней осенью нужно как вариант рассматривать размещение в гостинице ребята смотрите с точки зрения ротатора поставили здесь у нас получается крепеж для тента и он но не совсем идеально стоит потому что приходится чуть-чуть за спиной крутить но нормально рабочий вариант но при этом только что случайно обнаружил что сидя на заднем диване управлять им прям одно удовольствие при этом ты нормально видишь экран и без проблем можешь смотреть отсюда отсюда с двух сторон river force сам ротатор неплохая штука удобно защелкивается с не нужно откручивать ты его просто раз закинул также раз опустил еще и когда вот так идешь если нету волны все хорошо с точки зрения датчика но если волнишка он может уже начинать цеплять воду и забрызгивать сюда вот соответственно здесь еще один крепеж ну и крайне сюда ну и крайне сюда еще дальше можно а но это как бы да можно совсем сюда закрыть но тогда можно заранее развернуть ручку обкатан моторчик вроде все хорошо тащит вот но приятно то что троих человек полная загрузка полный бак ну достаточно уверенно вывозит на глис то есть четыре человека тоже без проблем а мы так то ну нет не самые худенькие ребят ладно я дрыщу но все равно там 86 своей вешу не ребята под сотку ну то есть там с одежды считать 300 на троих по скоростным показателям получается где-то максималка километров 55 сейчас втроем да нет но это но по течению давайте так объективно 55 но то есть комфортно 4000 оборотов 40 километров в час идеально то есть расход топлива будет минимальный то есть мы 25 долили то есть первый день мы спалили я думаю сейчас где-то примерно также то есть вот практически 10 моточасов ребят ну что а теперь самое интересное многие ждут результатов отборов в наш реалити-шоу стань рыболовным гидом собственно для чего мы строили эту лодку и и обкатывали проверяли пришло очень много заявок мне казалось будет их несколько меньше отобрать было непросто ну скажем так из всех заявок человек наверное 20 у нас вот был список кого мы готовы были бы позвать в это шоу но к сожалению лодка у нас всего одна возможно в будущем этот проект разовьется и мы сможем делать его там куда масштабней но в этом сезоне лодка у нас одна из этих 20 человек мы отобрали трех человек которых мы приглашаем на отборы и уже по результатам этих отборов один из этих рыбаков на сезон получит лодку снастья одежду ну скажем так укомплектуется по полной получит максимальную медийную поддержку и будет становиться классным гидом который я надеюсь кому-то в том числе из вас подарит здоровские эмоции поможет поймать свой трофей по какому принципу мы отбирали обязательное условие это полная занятость было много людей которые присылали заявки они говорили кто-то там может рыбачить выходные кто-то три кто-то четыре дня в неделю мы изначально говорили в этот проект нужно уходить с головой это критерий без которого невозможно участие другой критерий наличие лодочных прав и при этом очень хорошая история когда у человека есть не только права но есть опыт судовождения следующая история гид должен уметь ловить рыбу были разные заявки есть люди которые да у него стаж там 15-20 лет на рыбалке но нету в копилке трофеев вот и если человек ну за 15 лет там не поймал рыбу больше там пяти килограмм тут уже встает вопрос то есть а сможет ли он организовать для своих гостей такую качественную рыбалку понятно что не каждому нужен какой-то огромный трофей там щука судак там 5-10-20 килограммов для многих людей рыбалка это в первую очередь отдых половить там судачок кило полтора каких-то окушков там чучку это уже кайф гид который будет бороться за эту лодку у него одна из задач поймать действительно трофейную рыбу вернее даже не ему поймать а сделать так чтобы гости в его лодке и и поймали поэтому мы отбирали людей у которых за плечами есть опыт есть поимки хороших рыб еще момент это огромным плюсом да и критерием в выборе людей был опыт именно спортивный спортивные рыбалки это как и коммерческие турниры так и официальный спорт еще один момент какой-никакой опыт работы гидом эти люди уже попробовали организовывать рыбалку быть рыболовным гидом и они понимают что это такое потому что много людей кто об этом мечтает мечтает о работе рыболовным гидом они еще до конца не понимают насколько это сложно то есть поверьте это действительно кажется а чё там ездишь целыми днями на лодке рыбу ловишь ну все не совсем так просто собственно это реалити-шоу этот проект нам и покажет с какими сложностями сталкивается гид чего хорошего чего плохого и как это вообще все происходит автомобиль с фаркопом чтобы гид мог самостоятельно перевозить эту лодку и у нас появилась задумка мы будем делать таким образом гид будет рыбачить не только на своем домашнем водоеме а за сезон он организует рыбалку на нескольких водоемах будут отбираться водоемы именно с мощным потенциалом на классную рыбалку по трофейной рыбе по щуке и по судаку и так ребят давайте не буду вас томить большим количеством слов и уже объявлю наших финалистов первый финалист город волгоград егор бодоква второй финалист город чебоксары иван кристофоров и третий финалист город воронеж евгений старчанков для финалистов мы подготовили отборы мы решили их проводить не по окончанию нерестового запрета до уходить в середину июня пока они пройдут пока вся вот эта история и то есть и гид уже сможет начать фактически с июля а для того чтобы не терять рыболовный сезон мы решили отборы провести во второй половине мая но как это сделать везде нерестовый запрет поэтому мы нашли платный водоем но это не искусственно и зарыбленный пруд это озеро оно природное в очень красивом месте с потрясающей природой и самое главное в нем вводятся щуки очень трофейных размеров то есть прям есть подтвержденные поимки там щук 10 11 12 и даже 13 килограмм по щуке и пройдут эти отборы будет три одинаковых лодки но лодки будут весельные поверьте это действительно классный интересный водоем не буду говорить какие-то подробности для того чтобы никто из финалистов заранее не узнал об этом водоеме чтобы не было там ну какой-то возможности поехать потренироваться самое главное чтобы эти отборы прошли максимально честно и для всех в одинаковых условиях собственно поэтому три одинаковых лодки мы сейчас думаем давать им эхолоты или нет потому что на самом деле многие из вас там любят написать в комментариях вот там структурники паноптиксы понятно там любой дурак рыбу поймает а вы попробуете он там на веслах без эхолоты невозможно что отборы так и и пройдут напишите в комментариях давать им отбор на отборы эхолоты или провести отборы без эхолотов просто весельная лодка там спиннинг снасти приманки и вперед отборы пройдут во второй половине мая после этого видео выйдет еще одна рыбалка с воронежа потому что мы не смогли отказаться от предложения поехать на воронежское водохранилище где именно сейчас весной тоже открытая рыбалка и там неплохо ловится щука по поводу розыгрыша спиннинга им с black arrow собственно на воронежском водохранилище я им ловил мы его прям разыграли во время поимки рыбы объявили все так получилось как мне кажется очень прикольно и интересно и да в копилке поимок трофейных рыб у этого спиннинга пополнение так что победителя он достанется максимально заряженный обрыбленный обкатанный скажем так ребят оставайтесь нами буквально вот после где-то наверное в конце мая вы увидите видео с отборов и мы узнаем кто же станет победителем а уже с июня победитель начнет организовывать рыбалку на этой лодке я думаю на своем водоеме либо на каком-то из интересных волжских водоемов друзья на огромное спасибо всем кто прислал заявки было действительно здорово и интересно смотреть это все отбирать и вот правда будь моя воля и как бы каждому раздал по лодке но реалии таковой что лодка у нас всего 1 возможно этот проект будет развиваться дальше и на следующий сезон у нас будет уже несколько лодок для всех кто подавал заявки на это реалити-шоу мы подготовили спецпредложение по размещению на портале рыбалка с гидом так что если вам нужно в течение этого сезона в любой момент пишите нам на почту info собака рыбалка с гидом точка ру и мы сделаем для вас просто в лучшем виде ну что а мы продолжаем видео волгоградское водохранилище саратов самое время в перейти к рыбалке и вспоминаю помпу и бутылок ничего канистра стоит внизу туда и и чик шлангом вам но забыли еще кранцы забыли высокий уровень воды половодия можно конечно там пирсу вязаться пантоны еще не выставлять вот поднимаем на берег поэтому кранцы не так-то актуально что ребят лодку обкатали вчера обслужили и вот сейчас выходим на воду и сегодня мы сможем уделить больше времени непосредственно рыбалки потому что так по электронике по всему вроде все отладили все работает петя доволен страшно страшно ладно тут все не говорите там какой бы размер лодки не был когда вы находитесь на воде в лодке имеете возможность ловить рыбу это это уже очень вот а так по ощущениям неплохой комплект но вам все расскажем сейчас не теряем время раннее утро и судаки нас ждут вот сейчас выход на глист три человека в лодке 300 килограмм полный бак в общем максимальная загрузка 4 5 6 7 7 8 секунд ну то есть без напряга нету такого что она встала и просто плавненько ну то есть ученика нет за чем наверно да сейчас увидим вот вам кто нам покажись На заднем тройничке висит, еле-еле. Покрывка хорошая была? Нет, вообще никакущая. Подвиз? Нет, он ткнул, но такое. Ребят, ну на самом деле для вот такой вот весенней рыбалки, когда все несет, это успех, я тебя поздравляю. Не то, что бы прям успех, ну как бы неплохо, как он только умудреется на такой течке еще в пиявках. А он движется сейчас, понимаешь, пиявка, видишь, одна, он уже отмылся, считай. Поклевка злющая, просто ад. Какая лишняя щука. Куда-то вообще туда пошла. Нет, сюда. Ну здорово, я боюсь его, куда, говорит, возьми. Возьми-то судака-то, господи. Все равно есть вечером, нечего. И это Роман Дайков. Ну, короче, вот так вот и снимать, и все брать, неправильная история. Простите. Сжахнул прям вообще как больной просто. Ну, два с половиной. Хорошая рыба-то. Хорошая. Да, ребят. Простите, не достали, не показали. Рыба была. На самом деле здесь вот история какая. То есть тоже сильный тек, но нету такого количества травы. Самое главное, то есть мы можем делать нормальные проводки. Ты вынимаешь проводку, и, ну, минимум две проводки из трех, у тебя чистенькая приманка. Соответственно, есть все шансы, что рыба клюнет. Потому что там, ну, в других местах рыба стоит. Ну, реально, ты не можешь сделать ни одной проводки, чтобы достать без всяких травинок. Вот. Ну, и вода попрозрачней, стоит заметить. Там прям... Ну, и мотор у нас работает, по-моему, сейчас на третьей скорости. Не на пятой, шестой там. По-моему, на третьей. Ну, тихонечко слышу прям. Ну, два-три, наверное, да. Вот, да. Вот проползает рыба. Видишь? То есть тут какой-то движ. Ну, он локальный движ, понятно почему. Потому что туда уходит луга, там черт знает куда. Вот. Если вот примерно вот так вот резать, можно в Марксе оказаться примерно. Вот. Это далеко отсюда. Что-то произошло, ребят. Ну, поклёвка... Это... Не отдай спиннинг. Но приятно. Обновить спиннинг. Ловил предсерийником это. Ниссин РС Экстази. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тапки. Правильный гид знает что, на что ловить. Опять тоже нижний тройничок. А аккуратненько, аккуратненько и поклёвочка. Вот он так раз аккуратненько. Тип-тик. Вот у меня первая была. Еле-еле. Ну, слушай, у тебя, которого я спустил, то он по боли был. По боли. По боли. По боли. Ну, это такая весенняя ловля. Сейчас мы чуть-чуть оторвёмся. Обязательно попросим Петра рассказать вообще. Ну, особенности, нюансы какие-то. Секретиками поделиться. Ну, ребят, ну, первая джиговая рыба сезона. О, я щуку пойму! Сменить кардинальное место ловли. Поехать на Воронежское водохранилище. Там ещё несколько дней можно ловить рыбу. До начала нерестового запрета. 20-го числа он начинается. Вот там информация от Жени Старченкова, который сейчас находится на воде. Там вот таких вот, только побольше. Ну, вроде как поклёвывает в общем. За день 17 щук. От 3 до 9 килограмм. Не знаю, будет она клевать там завтра или нет. Но мы хотим поехать и проверить. Домой. Вообще, на самом деле, интересная такая весенняя рыбалка. Конечно, основное место и некое мека весны – это Астрахань. Вот, как правило, там уже, если погода позволяет, можно с середины марта ловить. Ну, такая основная рыбалка – это, наверное, там конец марта и первая половина апреля. Вот, сейчас там тоже вода пошла. Ребята у нас знакомые ловят. Ну, так жерех поклёвывает. Ловится с удачком уже тяжеловато. Вот, видите, там Воронеж тоже половить можно до нерестового запрета. Саратов. А сейчас на базе разговаривали тоже вчера с Алексеем. Вот. Он, получается, несколько дней назад, до того, как был сильный ветер, все здесь там перемутило, и как раз течка одновременно пошла мощная. То есть, до этого он за день вышел десяток рыб, судаки от двух-трех до, по-моему, восьмерка, он сказал, самая крупная, или шестерка. Шестерка. Ну, как бы, все равно, представляете, там, 3-6 килограмм, там, десяток судаков поймать. Ну, в Астрахани нужно постараться так это весной сделать. В общем, я к тому, что места-то много, куда можно успеть сгонять до нерестового запрета. Вот. Изучайте, смотрите. Петя немножко расскажет про Саратов здесь, поподробнее про эти места. Вот. Я надеюсь, у нас все получится. Мы доедем до Воронежа, еще одну точку вам откроем. Ребята, кстати, минуточка рекламы нашего магазина. Эти электромоторы Хайба можно у нас купить. Прям ссылочки все в описании. Собственно, и крепеж, и аккумулятор, и полный комплект. И лодку, и мотор. Петя, расскажи, у тебя опыт большой, вот именно если говорить про весну. То есть ловля до нерестового запрета по открытой воде. Сейчас мы поговорим чуть позже именно про Саратов, да, вот эти места. Вот. Ну и давай не будем трогать Астрахани. Вот. Куда тебе еще доводилось ездить, открывать лодочный сезон? Слушай, да по сути как раз, ну на Яузе я бывал несколько раз, когда были удачные года, когда успеваешь со схода льда половить до запрета. Словно говоря. А так в основном для меня это было как раз Астрахань либо Саратов. Вот. Две совершенно разные, две совершенно разноплановые рыбалки. Потому что в Астрахани все начинается, ты правильно сказал, очень рано. Вот. У меня были года, когда открывал сезон в Астрахани в январе. Ну то есть были года, когда не вставала Волга вообще. Вот. В Саратове все это начинается позже. Вот. Начинается это по там адски холодной воде до подъема воды. Вода прозрачная, просто как кристалл. Вот. Видимость огромная. Вот. И все это происходит до подъема воды. То есть нету сильного течения еще? Течение есть, но там специфика ловли совершенно другая в чем. Вот сейчас мы ловим уже по подъему воды и ловим рыбу. Ну пытаемся ловить, да. Там что-то у нас получается, что-то нет. Но сейчас можно поймать рыбу и на семи метрах, и на пяти, и на четырех. Вот. Но сейчас очень сильное течение. Вот. И сейчас приличный подъем воды. Вот. А до подъема воды здесь как бы история такая, что рыба клюет с максимальных глубин. Судака можно ловить с двадцати метров, с восемнадцати, с двадцати двух. Вот. По-разному. То есть когда температура при поверхностном слое у тебя ниже, чем температура на ямах, где собственно судак там зимует здесь, да. Вот. То ты ловишь его именно с этих ям. Вот. Вот. Потом вода начинает потихонечку греться. Вот. Сейчас вот у нас уже по-моему градусов шесть, наверное, шесть с половиной вода. Вот. Еще недавно она была там четыре. Вот. То есть все происходит на глазах. Все греется очень быстро. Вот. И судачок потихонечку начинает вылазить. То есть когда дают сильное течение, вот которое здесь дали по сути чуть меньше недели. Вот. Идет подъем и сильное течение сброс Балаковской станции. Вот. С гидропоста. Вот. Соответственно, начинается дикая движуха. Рыба приходит в движ. Если ты рыбу нашел сегодня там на одном месте, завтра ее там может с высокой долей вероятности не быть. Вот. И специфика ловля, она привязана по сути к каким-то затяжкам, обраткам, заостровным косам. Вот. Изменением тека. Вот. Потому что на, ну, что сейчас движет рыбой там в первую очередь, тем же судаком, да. Все его заботы сейчас о нересте, который будет буквально там совсем рядом. Вот. Вот. Держаться на струе на сильном течении ему никакого смысла нет. Вот. В то же время копить силы к нересту и активно питаться он уже начал. Вот. Соответственно, ну, плясать надо даже не от рыбы. Плясать надо от кормовой базы, мелкой рыбки, которая питается судак. Ей тоже стоять на сильном течении резона никакого нет. Потому что у нее тоже там свои какие-то дела нерестовые и все эти вещи. Вот. Вот. Энергию экономить надо. Поэтому рыба, ну, привязана к таким местам, где есть какие-то затяжки, где она может спрятаться. Вот. Ловил я здесь плотно два года. Это... Да, два года. Даже три. Семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый. Вот. Начинал я сезон и здесь. Вот. И, ну, были хорошие, достойные рыбы. Вот. Вот. Сегодня у нас пока ничего такого супер как бы интересного не было. Но была рыба там за два. У тебя двушечка, полторашечка. Ну, то есть, что-то там... Не стекляшки, не стекляшки. Да. Не астраханский среднестатистический размер. Ну, вообще, в принципе, объем судака в Саратове очень большой. Вообще, в Волгоградском водохранилище. Вот. Вот. Его здесь много. Все это там видели. Все видят там гидов, которые там практикуют ловлю здесь. Вот. И ловят очень достойных рыб. Ну, а и весна. Периодически одаривает прям хорошую рыбу. Вот. Ничего там супер неординарного я не ловил весной. Но шестерка, семерка, как бы, это такая частая рыба здесь. Вопрос. Она лучше ловится до подъема воды или уже после, во время? Как правило, это происходит во время подъема. Потому что во время подъема, как я уже сказал, происходят колоссальные подвижки. То есть у нее резко меняется поведение. Вот. Она начинает вылазить на более мелководные участки, более доступные. Вот. Но ты видел, мы там сегодня, вчера пытались ловить на основной Волге. Вот. Тот объем мусора, который несет там, ну, не позволяет ловить сейчас вообще. Тем более там на те же мандалы. Вот. А сейчас мы в одной из речек, в одной из многих десятков речек, которые текут условно параллельно Волге и втекают в нее. Вот. Здесь видишь, и водичка чище, и течение гораздо слабее. То есть мы можем ловить на какие-то более-менее там адекватные грузики. Вот. Ну, самое главное, ты делаешь проводку чистую. Потому что, ну, когда у тебя эта трава, она, я не знаю сколько там, два-три оборота сделал, и все. И у тебя, ну, бесполезная проводка. Ты там по 20 секунд ждешь, пока у тебя упадет грузик на этой течке, и все на самом деле как будто бы зазрел. Ну, забивает и шнур, забивает и приманку. Естественно, на такую приманку рыбы уже не позарится. Поэтому, ну, приходится, приходится вместе с рыбой прятаться в каких-то затяжках вот в одном из них. Мы заныкались сейчас. Петь, можно так несколько слов рассказать про основные приманки веса вот именно под весеннюю ловлю в Саратове? Слушай, ну, тут такая история, на самом деле, интересная, потому что классикой ловли, там, осенью и летом в Саратове, там, являются широкотелые, условно, приманки, достаточно крупные, на джиг-головках, там, размеры 16, 18, 20 сантиметров. Это всегда, ну, 90% случаев это ловля, там, в жесточайших коряжниках, это всегда забросы вниз по корме, это всегда все медленно, аккуратно, там, вот. А для ловли весной здесь, по сути, вот что меня радует с точки зрения компактности, я не взял с собой из Москвы снасти, потому что по другим делам сюда приехал. Зашел в магазин, купил две вот эти коробочки, по сути, вот это полностью перекрывает все потребности ловли в весеннем Саратове и до подъема воды, и с берега, и после подъема воды, вот то, что мы делаем сейчас. Достаточно более чем, приманки до 5 дюймов, как правило, они прогонистые, как правило, они без активного сопротивления, вот, то есть, одни из лучших, там, условно, черви, вот, разные, там, истории, типа, свинк, свинк-импакт, или как он называется, и там, реплики, копии, без разницы. Ну, то есть, самое главное, этот, не упористые копыта. Маленькая пяточка, да, маленькая пяточка, такая достаточно мелкая, треморная, активная игра, вот, и грузики, ну, в основном до 60 грамм. Вот, бывали года, когда был очень сильный подъем, и рыба еще не вылезла из ям, вот, мы, был случай, это был, по-моему, 18-й год, мы ловили на глубинах 17, там, 17-18 метров, веса 90, 100, 110, вот, маленькие приманки, но, но, как бы, джиг-головки были прям здоровенные, вот, этот год такой более благоприятный по воде, ее не очень много, вот, то есть, это не какой-то супер подъем, потому что часть вот этих островов, а они часто в переливах бывают, вот, то, что мы видим, там, вот здесь, условно говоря, вот, по сути, а так, приманки до, до 5 дюймов, грузики до 60 грамм, вот, по цветам, предпочтение, ну, мы прекрасно понимаем, что на цвет реагирует больше гораздо рыболов, нежели рыба, вот, 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 вот это перекрывает там все потребности, которые могут быть, причем я сколько на воде уже, там, наверное, количество дней ловил здесь, из берега, из лодки, но, я не знаю, ну, может, приманок, приманки 3 и оторвал за все это время, то есть, вот, в этом плане экономичная, очень такая, очень экономичная, да, ловля, вот, и ничего придумывать особо не нужно, вот, Panoptix пока что здесь тоже, как бы, не помощник именно в ловле судака, вот, потому что рыба очень активно движется, вот, то есть, вот в этой мутной воде с быстрым теком пытаться выставляться под одну конкретную рыбу никаких шансов нет, вот, поэтому Panoptix мы практически не используем, вот, вот, ну, и опять же, ловля не привязана сейчас к структурам, вот, то есть, сойдет вода, начнется, там, июнь, июль, август, классическое местное, там, время для ловли судака крупней, и ловля будет совершенно другая, ты, вот, в таких местах, где мы сейчас стоим, по сути, это прогон, вот, выходит одна из проток, в расслоении течения, да, и, да, и, по сути, больше ничего здесь интересного нет, здесь нет коряг, здесь нет структуры, здесь нет вообще ничего, вот, и на таких местах, ты, ты ловить не будешь, ну, в классическое для Саратова время, а весна, это именно прогоны, это именно отсутствие структур, отсутствие чего-либо интересного, максимум, максимум это бархан, вот, никакие отдельные коряги, никакие, там, супер, супер намоленные точки не работают сейчас, мы даже не посетили ни одну из них, то есть, я проезжаю, ностальгирую, там, вот, с этой коряги, там, шестерок ловил, восьмерок, с этой коряги, еще что-то, я понимаю, что, до, до того, как эта коряга заработает, еще, там, я не знаю, ну, чуть меньше полугода. Тоже, ну, справедливости ради, мы же одну структуру-то посмотрели в первый день, ну, действительно, там, пусто, нет рыбы, ну, как бы, от слова, совсем. Так ее и не должно сейчас быть, сейчас, сейчас, сейчас рыба мечется, ну, то есть, рыба оседает на структурах, когда рыба оседлая, когда она просто, просто питается и ведет свой какой-то такой стандартный мацион, вот, а сейчас рыба в постоянном движении, то есть, постоянно что-то меняется. И так, ну, походили, да, несколько дней, половили с лодки, ну, вот, какие-то такие общие впечатления вообще о комплекте, что можешь сказать? Слушай, ну, я не часто бывал в таких лодках, честно говоря, ну, так вышло, вот, но, по сути, ну, мы ходили здесь и в приличную волну, ну, в более-менее, там, в первый день, потрясло. Вот, плюс мы ходили на достаточно приличное расстояние, мы накатываем это, если по трекам посмотреть, больше, там, 50, 70, 80 километров в день, это много, вот, а по комплекту, да, тут, по сути, все есть. Ну, то есть, я действительно, вот, прям, правда, первый раз пользуюсь электромотором Хайба, правда, я первый раз хожу на китайском моторе, на маршал, вот, и, в принципе, да не вызывает никаких нареканий. Стоять мы можем, ловить мы можем, все достаточно компактно, ну, комфортно, вполне хватает. Может быть, мне не хватает места вот где-то вот здесь, условно говоря, но если поднять диван, этого места становится там, ну, сильно больше. Вот, касательно эхо-локационного комплекса, ну, в принципе, тут все есть. Мы действительно, даже там в девятку, что это, это, ФСК девятка, да? Да, да, да. Мы вполне в нее видим рыбу, мы вполне по ней встаем, и, ну, все, все как-то получается. Гармин видит все, что надо. Надеюсь, если сейчас в Воронеже окажемся, он... Он отработает на полную. Он, да, он больше пригодится, нежели здесь. Если не ударяться там в супергигантизм, там, в здоровые лодки, трехсотые моторы, то, в принципе, достаточно такой небольшой, маленький, как бы, бодренький комплектик. Мы, вот, который день мы, третий день на воде, да? Да. Третий. В лодке втроем, в лодке очень много поклажа, очень много вещей. Мы пытались, там, с тобой посчитать загрузку без электроники, без всего, мы... Ну, 350 точно. 350-370 килограмм, как бы, грузится, и вполне себе лодка нормально себя чувствует. То есть, я не скажу, что это какой-то, там, ущербный комплект или неправильно. Ну, да, абсолютно нормальный в своих размерах, в своих размерениях абсолютно самодостаточный комплект. Ну, и не забываем еще про стоимость тоже, немаловажный аспект. Ну, потому что, да, потому что, если обращаться... Если обращать внимание, там, на лодке, на которых мы выступаем в Пале, на лодке, на которых я, там, гидовал, да, то это всегда любой комплект, про который я сейчас озвучил, это всегда, ну, плюс, ну, 10-10 миллионов плюс. А здесь вся лодка обошла в 2 500, 2 700. 2 700. С прицепами, со всеми работами. Все, со всеми работами до последнего винтика. Ну, вот, поэтому, поэтому вполне хватает, и в свои деньги отличная, как бы, ну, действительно хорошая лодка. Слушай, я, поскольку не пользовался Хайба никогда, у них, как у Моторгайда есть, там, пару нажатий тебя смещают, потому что я бы немножко настройку все-таки вылез. Ну, если не ошибаюсь, полтора метра одно нажатие. Так, нам надо. Посмотрим. Вот, но, есть один нюанс. Для того, чтобы эта функция работала, нужно брать комплектацию с компасом. Угу. Вот. Если без компаса берешь, у тебя нету этой функции, то есть ты можешь, как бы, ну, стрелочками управлять, но тебе нужно включить двигатель и, там, левее, правее ее направлять. Но именно, если ты хочешь просто кнопочкой, не заморачиваясь, там, влево, вправо, сказал ей, она сдвинулась. Тогда надо ставить комплектацию с компасом. Если без компаса, ну, у тебя приехал, встал на точку, нажал якорь, держит. Снял якорь, включил мотор, там, стрелочками управляешь, куда хочешь идешь. Несколько слов еще хочется сказать про турнир рыбалка с гидом и реалити-шоу «Стань рыболовным гидом». Это разные вещи. Там кто-то в комментариях написали на ютюбе, а, чего, куда, лодку дели. Ребят, мы лодку никуда не дели. Мы ее собрали, вот вы ее видите, мы ее обкатали, все настроили. И эта лодка достанется гиду именно в проекте реалити-шоу «Стань рыболовным гидом». А турнир «Рыбалка с гидом» – это отдельная история. Там уже гиды, состоявшиеся, опытные, профессиональные, со своими лодками и техникой, будут соревноваться между друг другом, а вы им в этом будете помогать. То есть в этих соревнованиях гид сам рыбу не ловит. Задача гида – сделать так, чтобы вы, гости, которые к ним приехали, поймали ту самую трофейную рыбу. Подробнее мы сняли отдельное видео. Если вы хотите узнать про этот турнир, по ссылочке переходите. С точки зрения призового фонда он сейчас формируется, будет добавляться постепенно. На портале рыбалкосгидом.ру есть вкладка «Турнир». Там правила, там же будут все призы, онлайн-таблицы с результатами. Там все можно будет увидеть. Но все равно между собой турнир «Рыбалка с гидом» и реалити-шоу «Стань рыболовным гидом» связаны. Потому что гиду, который пройдет отборы и на сезон получит этот комплект, для того, чтобы ему выиграть эту лодку, ему в один из пяти месяцев, либо по судаку, либо по щуке, нужно будет занять первое место. Ну, то есть фактически у него будет там 10 попыток. Мы не говорим о том, чтобы этот гид стал там, именно победил в этом турнире. Ну, будет тяжеловато, да. Все-таки там есть очень матерые гиды, которые успешно ловят крупную рыбу. Ну, я считаю, что из 10 попыток разочек можно будет. Но просто так лодку никто не обещал, ребят. Ну, за нее надо постараться. Петь, вот, кстати, вопрос. Если брать судака и щуку, ну, вот таких вот зачетных, да, чтобы побороться за первые места, и нам нужен один универсальный водоем, где есть и то, и другое. Саратов и Казань, ну, с моей точки зрения. Ну, проще это сделать, например, в Саратове и в Казани. В Сызрани, в Сызрани тоже можно, но в Сызрани, Самаре. Но с судаком будут немножко проблемки. Потяжелее, да? Потяжелее, да. Посложнее. Именно с трофейным судаком, потому что, если это будет соревнование между гидами, да, которые, ну, то есть мы понимаем, что с Финского залива какая-нибудь там девятка-десятка судак точно приедет. Если там несколько ребят будут участвовать, которые из Москвы, то по-любому будет судак там 12+, там, с Яуза, с Иваньки, ну, скорее всего, да? Ну, 12 ты прям, это... Ну, будет, будет. Я знаю несколько человек, которые это готовы исполнить точно. Вот. Не знаю, будут ли они принимать участие, там, тот же Саня Фролов. Вот. Саня, не надо принимать участие, а то сразу там все остальные скажут, А, все, нафиг я не играю в это. По щуке, по щуке, ну, что здесь, как бы, очень много ловили за десяток. Там, самые крупные рыбы, там, здесь, которых я помню, там, то, что я ловил, 14-15. Ну, то есть здесь такая рыба есть, и она, она, она есть, то есть это не последняя, там, я поймал. Вот. Цызрань, ну, просто кладезь, как бы, крупные щуки. Казань, кладезь крупной щуки. Ну, то есть полно мест, где можно поставить, ну, там, рекорды подобные. Вот. И делать это достаточно системно. И там не составит огромного труда выставить именно клиента под рыбу. Вот. С судаком посложнее, там, с судаком, с тем же пелагиком, да, с паноптиксом. Со щукой-то, в принципе, вообще невеликих трудов это стоит. Вот, потому что щука менее требовательна к точечной подаче приманки, ну, действительно менее требовательна, она просто реагирует с расстояния большего. Ну, сколько, вот, по твоему опыту, там, расстояние 2, 3, 4 метра? Слушай, ну, вот, последние годы то, что мы начали использовать паноптикс, мы видели, как, там, с 10 метров щука резко стартует за приманкой, сама догоняется, сама все делает. А, вопрос, я не говорю про то, что она с глубины вверх стартует, а именно сбоку. Именно сбоку прибегали рыбы такие, ну, то есть, если она активная, она готова ломиться на любые расстояния. Вот. Главное, чтобы приманка была шумная, главное, чтобы она ее слышала. Вот. Ну, а это достаточно просто, потому что современная приманка, которая используется для, там, ловли крупной щуки, вот, это всегда амплитудное, всегда достаточно мощное колебание, которое рыбы слышат с расстояния большого. Ну, не слышат, чувствуют. Поэтому тут-то проблем не возникнет. Со щука будет проще, с судаком сложнее. Потому что, ну, если говорить про гида в проекте реалити, да, который, там, хочет выиграть эту лодку, ну, не обязательно. У него задача хотя бы раз в месяц по любой рыбе. Будь то судак, будешь. Ну, нет, один раз, а не раз в месяц. Один раз, да, в любой из месяцов. Ну, да. Ну, вот, то есть, у него потом 10 попыток на то, чтобы... Ну, мне, на самом деле, очень интересно, на каком водоеме будет работать человек. Если бы я работал, я бы вообще переезжал в течение года. Ну, то есть, условно говоря, месяц, там, хорошо отловился здесь, уехал, там, в ту же Сызрань. В Сызрань я отработал пару месяцев, поехал в Казань. Из Казани вернулся в Саратов или поехал вообще на любой другой водоем, который, там, я не озвучил. Ну, здесь должна быть арифметика, то есть, гиду-то, представляешь, одно дело, он живет из дома ездит, а другое дело, ему нужно где-то жить. Вот, либо это, как вариант, мы, когда с тобой обсуждали, договариваться с базой, чтобы база его размещала, и он, соответственно, на базу приглашает гостей, там гости размещаются. А если он будет, ну, за все это платить, ну, то есть, либо рыбалка должна там стоить уже денег, ну, значительно дороже, да, на эту сумму его проживания, либо ничего не заработаешь. Только не говори, что это. Есть повод достать линейку. Есть повод достать подсак. Ха-ха! Шутник! Ну, смотри. Петр Алексеевич, вы что творите? Давай еще второго спусти. Взял? Нет. Да. Мое почтение, господа. А ну-то вот стоило. Ну, чтобы два дня подождать. Такой уже, к трехчаке, да. Слушай, ну, ты это хорошо взял. Да, вот, типа, трехчак хорошая была. А у нас линейка, которую подготовили. Такой первый вариант линейки и терации для соревнований. Рыбалка с гидом. Собственно, по судаку зачет от 50 сантиметров. Наш красавчик. Честных 66. Почти 67. Вот. Я думаю, может быть, даже, наверное, не от 50, а от 60. От 60, конечно. Ну, зачем там, да. 50 это карандаши. Да, да. Для соревнований точно как бы не оно. От 60. Вот это для соревнований так себе. Ну, это уже как бы старт. Ну, рыбка, да. Справишься с этим? Да, да. Ну, отмельче. Затряс что-то головой. Не щучонцами? Нет. Дуплетик, ребят, в кадре. Что тут происходит, а? Что творят эти бородатые мужчины? Скорее, скорее, не так. Где мы были в предыдущие дни? Ну, я тебе же говорил, это весна. То есть весной нужно поискать. Тихо, тихо, тихо. Если ты его найдешь, то все может быть неплохо. Я, конечно, могу ошибаться. Мне кажется, у меня чуть-чуть поинтереснее этот экземплярчик. Лучше. Как тебе сказать получше? Он вообще другой. Просто по-другому, да? А, ушла. Вон она, вон она. В общем, вот. Не знаю, что там. А есть разница, цвет, не цвет. Ну вот, одна мандула, другая мандула. У тебя вторая щучейка. Вторая щучейка. Ну, потому что ты с поводком ловишь, а я без. А, ну да. Поэтому у тебя щучейки. Ты как бы, ну, подготовился. Не, они просто у меня не берут, потому что понимаю, что без толпы. Ну, что там. Ну, как бы останется в пасте вот это все. Никто заботливо не отпустит. Срежет. Вот это все не нужно. Так, ну, Ладно. Приятно. Дуплет. Дуплет, да. Так, значит, по поводу соревнований. Ты будешь участвовать? Я не знаю. Я пока не слышал правил. Мне не нравится то, что клиент ловит. Я просто очень рыбейку люблю ловить. Да, я все понимаю. Ты не один такой из гидов. Ну, хотя, в принципе, для этого у меня будет куча, по идее, других соревнований в этом сезоне. Сам я реализоваться успею и полагаю. Можно и людям дать. По сути. Не, ну, реально крутой гид, он должен подарить счастье, эмоции, удовольствие гостю, который к нему приезжает. Он же за этим и ездит. Это твоя работа. Так-то. Ну, так-то тебе денег платит за это. Получается так. Вот, поэтому все честно. И интриги гораздо больше. Ну, то есть, опытный рыбак, он все может поймать. А вот сделать так, чтобы гость поймал, который, может быть, вообще не обладает опытом. Ну, может, он нарыбачивал, но никак не ловил ни на бигбейты, ни с паноптиксом, ни огромных вот этих вот члюк. Ну, вот я тебе говорю, со щукой будет проще, с судаком сложно. Судак, потому что требует очень грамотной подачи приманки, вот если ты ловишь его с паноптиксом. Вот. Он очень, очень пугливый. Причем, чем судак крупнее, тем он более пугливый. То есть, он прям может у тебя дернуться, дойти до приманки. Если клиент в это время что-то сделает не так, то объем нецензурной брани в лодке будет. То есть, эмоций будет хватать. Я думаю, да. Вопрос даже у кого больше, у клиента или у гида? Ну, всем хватит. Так, хорошо, вопрос. Что будет престижней, выиграть в номинации судак или щук? Слушай, ну, сложный вопрос, потому что щука может быть и пятнашкой, и шестнашкой. Ну, то есть, она может быть просто мега крокодилиной, там, мега классная. Ну, лично меня крупная щука такая там, ну, любая щука за 10, она реально восторгает. Прям вот. Ровно обратно полярная, как бы, обратно полярный спектр эмоций. Я вот вижу щучку на полтора, на два, и прям, прям, вот, уйди. Прям не хочется тебя видеть. И ровно такой же, там, щенячий восторг вызывает щука за 10. Вот. И, естественно, щука должна быть больше. Вот. То есть, как бы, по фактурности рыбы, наверное, это будет щука. А по престижу, наверное, скорее судак, с моей точки зрения. Ну, ладно, давай такие, ну, не то что прогнозы, но просто пофантазировать. То есть, самая крупная щука и самый крупный судак по году. Я думаю, щука должна быть за 13, за 14, по идее. Вот. И очень хотелось бы увидеть судака за 10. Вот. И это более чем реально на многих водоемах в России с применением новых технологий. На самом деле. Ну, такое, наверное, да. Может быть, судак 10. За 10 будет круто. Да. В девятку, в восьмерку я прям, ну, не сомневаюсь. Да, будут. Будут такие рыбы. Вот еще интересный момент с точки зрения аккумуляторов. То есть, мы, получается, три дня на воде. Сегодня вот третий. Скоро уже выдвигаемся в сторону базы. Потому что нужно сегодня там поднять лодку. Переехать до Воронежа. Вот. 500, наверное, с копейками километров. Чтобы завтра уже там половить щуку. Неплохо она сейчас клюет. Вот. Надеюсь, она нас дождется с этим хорошим настроением и клювом. Так вот. Давай. Ну, то есть, мы первый день вышли. Не рано и сейчас уходим. Ну, там, два с половиной дня, наверное, мы на воде. Первые дня полтора мы особо не пользовались. Электромотором. Совсем мало. И вот. Ну, и холод постоянно работали. И вот у нас получается сейчас 120 ампер часов осталось в аккумуляторах от 200. То есть, 80 ампер часов нам, ну, там, полноценно хватило на дво дня. С учетом сильного течения. Я просто это говорю к тому, что, ну, в теории, можно под такой комплект использовать один аккумулятор в 100 ампер часов. То есть, не будет запаса, вот, и, скорее всего, каждый день придется заряжаться. Ну, все равно запасик всегда надо иметь, вот, потому что обидно, когда у тебя начнут гаснуть приборы плюс эти аккумуляторы. Как мы знаем, нельзя высаживать в ноль. Ну, прям, то есть, не надо, чтобы там оставалось менее 10% запасик иметь, да. Но, по сути, да, по сути, сотки на день рыбалки будет хватать. Если у вас один эхолот, один эхолот и, соответственно, электромотор, ну, наверное, вполне. Здесь все-таки, как бы, их два. Поэтому есть возможность, там, финансовая, хотите, любите, когда все с запасом, ну, ставьте два аккумулятора. Если нет, ну, можно обойтись одним. Я, конечно, извиняюсь перед гидом, который выиграет эту лодку, но уже... Что, сломал опять, что ли? Нет, я к тому, что 12 моточасов. Зато все настроили. Что, погнали? Ну, вот такая крейсерская скорость, где-то 4000 оборотов, примерно, там, 38-40 км в час. Очень экономично будет, с точки зрения расхода топлива. Мы за первый день, вот сколько ходили, там, по-моему, 6 моточасов, что ли, получилось. По расходу всего 25 литров. Значит, ребят, что, по факту, резюмируя. Лодка оборудована оптимальным образом. Вот весь необходимый минимум и даже чуть больше в лодке есть. Скорее, здесь все будет зависеть непосредственно от самого гида. Ребят, все в ваших руках. Ваше желание, старание, и она может стать вашей. От себя хочу сказать спасибо всем партнерам, всем, кто помогает делать этот проект. Спасибо Пете, компания Волга Бот. Прям все ребята, все дни просто за нас переживают. По-моему, больше они, правда, не за лодку переживают, а за то, что поймаем мы рыбу или нет. В общем, ребята все сделали классно. И вот, так что, всем спасибо, до новых встреч, оставайтесь с нами, а мы собираемся и двигаемся дальше. Пока. Счастливо. Мы пришли на старое русло и нютеньки, поэтому попробуем полоем. Ай, есть! Я видел это. Это прикольно. В склейке, летит, да. Вот она. А, нагреть. Да, жадная. Паноптик с фигом кидаешь, смотришь на них, они не клюют. Отберем щеки щеку. Ребята, это шок-контент. Вот она, блин, сход. Ребята, это шок-контент.